Добро пожаловать на служение современной церкви. Мы надеемся, что это послание ободрит вас, вдохновит и взбудоражит вашу веру. Здравствуйте, я пастор Эмма Нариян. Я ведущий пастор служения современной церкви вместе с моим мужем Беном. У нас трое удивительных детей, Ливай, Элис и Иден. Мы приехали из Австралии в Канаду, чтобы создать современную церковь. Это путешествие стало для нас настоящим благословением, и я очень рада, что могу поделиться сегодня словом с вами. Я уверена, что это послание ободрит вас и поднимет в вас веру. Мы рассмотрим отношения между Давидом, Иоаннафаном и Саулом. Поэтому доставайте свои Библии, блокноты, чашку кофе и присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о Давиде и этих отношениях. Я хочу, чтобы мы посмотрели на стих из первой книги царств. Давайте рассмотрим историю Давида. Итак, Давид был пастухом, молодым человеком, которого помазали на царя Израиля. Мы рассмотрим его историю и различные отношения в его жизни. В первой главе книги царств 17 мы видим встречу армии израильтян и филистимлян. У филистимлян есть воин-великан, которого зовут Голиаф. Голиаф был воином еще с самого детства. Он выкрикивал ругательства на израильтян и на их бога. И тут на сцену выходит молодой пастух Давид. Вы должны понимать, что сердце Давида было обращено к Богу. У него были настоящие отношения с Богом. Он услышал, как этот великан, филистимлянин, обращался к избранному народу Божьему. И когда Давид, этот молодой пастух, появляется на сцене, он слышит, как Голиаф поносит Бога и израильтян. И он говорит в Первый царств 1747. Он говорит эти слова в лицо Голиафу. Он был готов к встрече с ним. И он сказал, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. Это ключевая часть истории Давида и отношений, которые мы видим в жизни Давида. Мы посмотрим на отношения Саула с Давидом, а также отношения сына Саула Иоаннафана с Давидом. Вы должны понимать, что тогда Саул был царем над Израилем, а Давида помазали на царя. То есть мы видим весьма интересную динамику между текущим царем и тем, кого помазали на царя. Мы посмотрим на то, как Саул и Иоаннафан отреагировали на слова Давида в тот момент. В Первый царств 18-2-3, после того, как Давид убил Голиафа, выступил против великана и победил, Давида привели к царю Саулу. И вот мы читаем, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. А сразу же после этого говорится, Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Мы видим два противоположных заявления, связанных с двумя разными отношениями в жизни Давида. Давайте сначала посмотрим на реакцию Саула. Реакция Саула состояла в том, чтобы оставить Давида при себе. Решение Саула базировалось на его принципах лидерства. В Первой книге царств мы читаем о том, что Саул был царем, который принимал решение на основании неуверенности, страха. Он лгал, он не доверял Богу. Мы видим царя, который реагирует на победу Давида над Голиафом следующими словами. «Ты останешься рядом со мной». Реакция Саула на веру Давида состояла в том, чтобы физически держать Давида рядом с собой. Это был метод контроля. Но когда контроль приносит вам то, что вы хотите изначально, то вам приходится жить в оковах того, чего он стоил. Реакция Саула состояла в том, что он решил взять Давида под контроль. Он не позволил ему вернуться домой, но решил держать его как можно ближе, чтобы следить за ним. У Саула было два варианта. Он мог позволить Давиду уйти. Он мог использовать веру Давида в качестве вдохновения, либо в качестве средства уничтожения. Он выбрал последнее. Что стало причиной такого поведения Саула? Гордыня. Он сказал себе, как царь Израиля может учиться чему-то у молодого пастуха. Когда Саул увидел великую веру Давида, то его сердце наполнилось завистью. Почему? Потому что Саулу не хватало той веры, которая была в жизни Давида. Мы видим это в первой книге царств. Саулу постоянно не хватало веры в Бога. Он пытался контролировать свои реакции. Когда контроль сталкивается с верой, то контроль терпит поражение. Но по какой-то причине мы продолжаем хвататься за контроль, который разбивается о нас. Он накатывает на нас, как волна за волной, пока мы пытаемся перехватить дыхание. А вера поддерживается не нашим дыханием, а тем дыханием, что дал нам Бог. Посмотрите на Иоаннафана. Мы видим реакцию Иоаннафана в 1 царств, 18 глава, 2-3. Там сказано, «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Откуда такая реакция Иоаннафана? Откуда взялась такая реакция у сына Саула, сына царя? Вы должны понимать, что Давид был помазан на царство. Иоаннафан должен был стать следующим царем. Если задуматься над тем, кто должен был стать царем после Саула, то это должен был быть его сын. Так что же такого было в отношениях Иоаннафана и Давида, что побудило Иоаннафана ответить на великую веру Давида таким образом? В 1 царств, 13 глава, мы читаем о том, как филистимляне забрали всех кузнецов из Израиля. Это привело к тому, что израильтяне остались без оружия. На самом деле мы читаем, что царь Саул и его сын Иоаннафан были единственными, у кого было оружие в руках. В 1 царств, 14 главе, мы читаем об Иоаннафане и его оруженосце. Они ушли в самоволку. Они оставили израильтя, поднялись на гору, где находился пост филистимлян. И во время своей первой атаки они уничтожили 20 филистимлян. И мы видим невероятный комментарий Иоаннафана. Он говорит, для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою куда тебе угодно. Все это стало началом эффекта домино в армии филистимлян, которые потом в замешательстве начали убивать друг друга. Они обратили свои мечи и копья друг против друга. Тем временем Саул и другие израильтяне трепетали от страха. Для Саула нехватка ресурсов была главной проблемой. Но для Иоаннафана это не было ключевым моментом. Интересно, что когда мы позволяем контролю стать главным принципом в лидерстве, как это было в случае Саула, мы начинаем сосредотачиваться на проблемах с логистикой, на том, чего у нас нет, а не на Боге, который все держит в своих руках. Нехватка ресурсов не имела значение для Иоаннафана. Он поднялся на гору, провозгласил слова веры и подтвердил их делами веры. Мы видим разницу между словами Саула и Иоаннафана в отношении Давида, потому что была разница между верой Саула и Иоаннафана. Враг будет всегда пытаться заставить вас сфокусироваться на логистике, которую вы видите. Каких ресурсов у вас не хватает, каких людей вам не хватает, каких финансов или какого образования вам не хватает. Эта логистика покажется вам огромной и неподъемной, но наша вера не должна базироваться на логистических нуждах. Она должна базироваться на словах веры о том, каков наш Бог. Логистика никогда не поддерживала нас и не сможет. Она не задумывалась как часть нашей веры. Она является лишь ресурсом для нашей веры. В 1 Царств 13 мы читаем о том, как логистика не давала покоя Саулу. Каждый раз, когда он сталкивался с какими-то вопросами, он вспоминал, но не о Боге, которому он служит, а о ресурсах, которые были у него. Это привело к тому, что он перестал доверять Богу и потерял власть над царством. В 1 Царств 13 главе 11-13 стихи мы видим разговор между пророком Самуилом и царем Саулом. Самуил приходит к Саулу после того, как тот принес жертву Господу в страхе, вместо того, чтобы дождаться Господа. Но Самуил сказал, что ты сделал. Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не выпросил Господа. И потому решился принести всесожжение. Ошибка Саула состояла в том, что он подходил к логистическим вопросам в страхе и принимал решения на основании своих чувств. А Иоаннафан в моменты испытаний провозглашал веру. У Иоаннафана был меч и оруженосец. То, что было у него в руках, не определила его победу. Когда вера дает нам сил, чтобы достичь невозможного, мы начинаем жить в свободе. А теперь перепрыгнем три главы, когда Иоаннафан встречается с этим молодым человеком, наполненным верой, и провозглашает партнерство в вере. Именно в момент провозглашения веры Давида, Иоаннафан ощутил с ним связь. Может быть, слова, которые говорит Давид, «не мечом и не копьем спасает Господь» напомнили Иоаннафану о времени, когда мечей и копий не было в армии Израиля. Могло ли это напомнить ему о молодом человеке, который поднялся на скалу и напал на филистимлян, когда ресурсы были ограничены? Иоаннафан видел веру в действии в своей собственной жизни. Он слышит слова Давида, и это возбуждает в нем веру, которая когда-то была у него. Иоаннафан был человеком, который видел веру в действии. И даже когда все логистические моменты были против него. По Божьей благодати он вспоминает, благодаря словам Давида, о тех победах, которые Бог давал ему. Вера Давида напомнила Иоаннафану о его вере. Веру привлекает вера. И в этом событии мы видим рождение единства, которое стало началом отношений Иоаннафана и Давида. Провозглашение веры Давида напомнило Иоаннафану о его жизни. Вера — это принятие Божьих обетований. Это катализатор, который вдохновляет других верить в то же. Вера не говорит, что это будет легко. Не думаю, что Давид считал, что сражение с великаном будет простой задачей. Но благодаря провозглашению веры, он достиг невозможного. Вера смотрит на море и говорит, я сражусь с этими волнами, чтобы жить лучше вместе и иметь такие же отношения, как у Иоаннафана и Давида, нам нужно заложить основания веры, которая будет привлекать веру. Строятся ли наши отношения на контроле или вере? Чтобы жить вместе, чтобы иметь такие же отношения, как у Иоаннафана и Давида, нам нужно заложить основания веры, которая будет привлекать веру. Подход Саула к великой вере Давида привел к тому, что он впал в отчаяние. Контроль всегда будет приводить вас в состояние отчаяния, потому что он видел то, чего у вас нет, и говорит, чтобы вы делали все своими силами. Это правда. Контроль рождается от неуверенности, от страха, и реакция Саула на Давида в итоге привела его к великому отчаянию. Иоаннафан же увидел, как молодой Давид поднялся и провозгласил слова веры против невозможного. Иоаннафан не страдал от зависти, желания контролировать все или страха. На самом деле это был чудесный момент, который напомнил ему о его собственной вере. Веру должна привлекать вера. Мы должны закладывать такое основание в отношениях, чтобы провозглашение веры со стороны другого пробуждало в нас провозглашение веры, за которым следовали бы дела веры. Те отношения, что были у Иоаннафана и Давида, были священными. И мы все должны стремиться к подобному. Но часто мы довольствуемся отношениями, как у Саула с Давидом. Но почему? Потому что, когда кто-то приходит и провозглашает слова веры, мы позволяем контролю, зависти и страху занять место веры. Мы должны позволить нашей вере заложить основание единства, чтобы нам было лучше вместе, как телу Христову. Когда вы видите чью-то веру, примите ее и провозгласите победу над невозможным. Какие эмоции это пробуждает вас? Напоминает ли это вам о мужчине или женщине, мальчике или девочке, которые когда-то видели сны о том, что Бог может использовать вас в невозможном? Напоминает ли вам это о временах, когда вы видели Божьи чудеса одно за другим, независимо от того, какие проблемы были с логистикой? Или это напоминает вам о том, чего не хватает вам в жизни? Возникает ли у вас зависть, которая приводит к желанию контролировать все? Верите ли вы в то, что Бог не закончил работать с вашим городом? Верите ли вы, что независимо от того, какой великан перед вами и есть ли у вас меч, копье, ресурсы или нет, Бог невозможно пишет историю? Когда вы слышите эти великие слова веры, то с чем вы сопоставляете их? Верите ли вы в то, что Бог не закончил работать с вашим городом, вашей страной, в ваших обстоятельствах? Верите ли вы в то, что когда на вас восстают великаны, а у вас нет меча или копья, всемогущий Бог готов дать вам победу? Верите ли вы в то, что тот молодой человек или девушка, у которого когда-то были большие мечты о невозможном, все еще живет в вас и только и ждет часу, чтобы проснуться? Есть много людей, которые хотят стать вашим партнером в вере, чтобы мы видели больше побед и больше чудесных отношений. Отношения, рождающиеся в вере, не сдерживают ничего, они открыты. Все потому, что вопрос не в том, что вы держите в руках, а в том, что вы можете дать другим. Вот что делает великая вера. Она объединяет нас. Она объединяет нас, чтобы мы давали силу друг другу, чтобы наши слова веры подтверждались делами веры. Привлекает ли ваша вера веру, которая несет единство и открывает руки? Реакция Саула на веру Давида состояла в том, чтобы держать его при себе, контролировать его. Она шла от неуверенности и зависти. А реакция Анафана на веру Давида проявилась в вере, и это дало силу единству, которое сформировало священные отношения. И в этих отношениях царила щедрость. Я надеюсь, что, сталкиваясь с великанами в своей жизни, с волнами, рядом с вами начнут подниматься люди с великой верой, которые станут вашими партнерами в вере. Пусть ваше провозглашение веры всегда несет заявление о том, что битва принадлежит Господу. Давайте помолимся. Боже, я молюсь за тех, кто слышит нас сегодня. Я благодарю тебя за то, что ты держишь их жизни и даешь им силы, чтобы подкреплять свою веру великими делами. Боже, я молюсь, чтобы на их пути, когда они будут сталкиваться с житейскими волнами, рядом были люди великой веры, которые знают, что победа принадлежит тебе. Боже, я провозглашаю благословение над их домом, над тем, что ты дал им. Я молюсь, чтобы ты был с ними, и твой дух давал им силу для достижения невозможного. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеюсь, это послание принесло вам благословение и помогло стать тем, кто подкрепляет слава веры делами. Чудесной вам недели. Будьте благословенны. Спасибо за то, что вы подключились к служению современной церкви. Если вы хотите просмотреть больше нашего контента, пожалуйста, посетите наш сайт и другие социальные медиаплатформы и многое другое в современной церкви. Субтитры создавал DimaTorzok